Гашиш и марихуана привели 42-летнего инженера на скамью подсудимых. Мужчина не отрицал, что покупал запрещенные вещества в особо крупном размере и перевозил их в автомобили, где их и нашли полицейские. Но при этом уточнял, что приобретал их исключительно для самого себя, а употреблять их не запрещено. Распространять зелье желаний у него, как утверждал подсудимый, не было, самому бы хватило, и просил суд строго его не наказывать. Нафиса Минязова узнала, поверил ли суд в эту историю. Ладу Грант остановили на контрольном посту полиции 3 месяца и 6 дней назад. Тогда в кармашке двери автомобиля обнаружили подозрительные свертки, а позднее экспертиза установила, что это не что иное, как наркотики. 49 граммов гашиша и 36 марихуаны, размер крупный, полицейские установили, что принадлежат запрещенные вещества пассажиру автомобиля. Мужчина отпираться не стал и рассказал, что приобрел наркотики для личного употребления, а сбывать никому не хотел. Содеянным тут же раскаялся и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. То есть без проведения судебного разбирательства. В особом порядке предусматривал полное признание вины вами по предельному обвинению. Вам об этом известно? Я знаю. Признаю ли я вас вину полностью? Я знаю. Учитывая все обстоятельства дела, гособвинитель попросил для подсудимого наказания в виде 4 лет лишения свободы условно. Защита обратила внимание суда на то, что наркотики не относятся к разряду тяжелых. Мужчины ранее не судим, а на иждивении у него находятся двое малолетних детей, что является основанием для смягчения приговора. Суд, выслушав обе страны, постановил исправление обвиняемого, возможно, без изоляции от общества. Признать виновным в совершении поступления предусмотренного частью 2 ст. 228 УК РФ и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ назначено наказание считать условным. Радоваться или огорчаться вердикту суда подсудимый пока не определился, а хорошо это для него или не очень решит после переговоров с адвокатом. Нафиса меня зовут Наталья Лушникова и Фахри Исламов. Вызов 112.